Сегодняшний урок будет посвящен общественной мысли, публицистике и литературе второй половины 18 века. Как мы помним, в Европе в конце 17 века началась эпоха просвещения. Начало ей было положено после открытий Блеза Паскаля, Галилео Галилея, Исаака Ньютона и других ученых, доказавших, что в мире существуют особые законы. Полученные знания не могли не отразиться на философских взглядах того времени. Философы и представители гуманитарных наук обратились к обществу и взглянули на него новым, критическим взглядом, отвергавшим традиционное представление церкви. Знаменитые философы того времени – Жан-Жак Руссо, Дени Дедро, Эммануил Кант, Томас Гоббс, впервые заговорили о естественных правах человека, свободе, равенстве и других. Кроме того, ученые считали, что государство должно стать гарантом этих прав для любого подданного. Так Джон Локк разработал концепцию трех ветвей власти – законодательный, исполнительный и федеративный, а также считал, что против монархов-тиранов правомерна революция. Эти взгляды получили распространение среди просвещенного общества всей Европы и в том числе проникли в Россию. Екатерина II, ведя переписку с Вольтером и Дедро, считала, что сами по себе эти идеи хороши, но к России неприменимы. После восстания Пугачева и революции во Франции просветительские идеи старались забыть, однако в среде российских писателей они остались популярными. В культуре России с проникновением идей просвещения появилось стремление к возвышенным героическим и нравственным идеалам – свободомыслию. Кроме того, начало формироваться просвещенное общество, включавшее в себя не только дворян, но и интеллигентов. В Европе это сословие называли интеллектуалами – учителей, литераторов, докторов, чиновников, коллекционеров. Это способствовало возникновению не только литературных произведений, но и развитию живописи, театрального искусства, музыки. В литературе XVIII века были распространены различные жанры – ода, басня, элегия, комедия, повесть, роман. Появляются первые поэтические светские произведения Антиоха Дмитриевича Кантемира, а благодаря Василию Кирилловичу Тридиаковскому складывается новая система стихосложения. Появляются первые русские драматические произведения. Их автором стал директор Российского театра в Петербурге Александр Петрович Сумароков, прославившийся также баснями. Произведения Сумарокова были посвящены историческим темам и образно критиковали крепостническую систему. Также во времена Екатерины II были популярны оды Михаила Васильевича Ломоносова, первого русского ученого, поэта, художника и просветителя. В последний III века авторы обращают внимание на острые проблемы общественной жизни. Именно тогда появляются сатирические комедии «Недорсаль и бригадир» Дениса Ивановича Фанвизина и «Ода Фелица» Гавриила Романовича Державина. Становится популярным в литературе и течение сентиментализма, связанное с именем Николая Михайловича Карамзина, не только литератора, но и крупнейшего историка, создателя истории государства российского в 12 томах. В России развивается публицистика, начало которой положила записка историка и экономиста Василия Никитича Татищева, поданная Сенату и Генералитету в 1730 году, в которой автор доказывал, что самодержавие является самой полезной формой правления для страны. В 1740 году вышел генеральный проект о поправлении государственных дел дипломата Артемия Петровича Волынского, в котором отстаивается стремление дворян участвовать в самоуправлении. Проблема самодержавия и крепостничества впервые поднимается в произведении Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Бунтовщик хуже Пугачева, сказала о нем императрица. Радищев был арестован и сослан в Сибирь. Из ссылки его вернул Павел I, а Александр I окончательно реабилитирует мыслителя и даже назначит его членом комиссии по разработке законов. Противником крепостного права был и просветитель, издатель нескольких журналов Николай Иванович Новиков. Помимо публицистики и литературы развивалась мемуаристика и пресса. Наиболее известными мемуарами того времени стали собственноручные записки Екатерины II, записки Екатерины Романовны Дашковой, чистосердечное признание в делах моих и помышлениях Дениса Ивановича Фанвизина. Немало опубликованных воспоминаний принадлежало и недворянам. В XVIII веке начинает играть заметную роль периодическая печать. Первым печатным органом стала газета «Ведомости», созданная по инициативе Петра I в 1702 году и существующая до сих пор. В конце января 1759 года вышел первый номер журнала «Трудолюбивая пчела» Сумарокова, но из-за критики двора в том же году журнал закрылся. В 1769 году начал выходить журнал «Всякая всячина», который издавала и печаталась в нем под вымышленными именами Екатерина II. Наряду с ним выходил критический журнал «Трутень» Новикова. Острый сатирический «Трутень», однако, вступил в полемику с императорским журналом и тоже закрылся через год. Карамзин издавал московский журнал, в котором печатались путевые заметки самого издателя и других авторов. Таким образом, под влиянием европейского просвещения в России XVIII века, несмотря на правительственную цензуру, динамично развивалась литература, публицистика и общественная мысль. Значительная роль принадлежала...